Привет! В прошлом видео я вам рассказывала, как сделать дрожжевое тесто на молочной сыворотке. А в этом видео расскажу, как из этого теста сделать вот такую пиццу из 16 булочек. Начну с приготовления пиццы. Раскатаю тесто, а кусочек оставшейся на булочке прикрыла полиэтиленом, чтобы он не заветрился. На раскатанное тесто я сейчас положу свою форму и обрежу лишние края. Вот таким образом. Если режете на клеенки, старайтесь выбирать самый тупой нож, чтобы не повредить ее. Для начинки пиццы я буду использовать лечо 3 столовые ложки с горкой, перемешанной с 1 ложкой аджики для пикантности, грибы где-то грамм 300, 3 сосиски потертые, грибы жареные, здесь лук мелко нарезанный, перемешанный с домашним майонезом. Кстати, как сделать домашний майонез, у меня есть видео на канале, можете посмотреть. И сверху сырок, 150 грамм. Первым слоем я положила томатную начинку, сверху лук, затем сосиски, грибы и сверху посыпала сыром. Кстати, обратите внимание, тесто, которое я оставила на булочке, уже рвется в бой. Сейчас я отправляю пиццу в духовку. Поставлю на 180 градусов на 30 минут. Буду наблюдать за ней. Возможно, быстрее, возможно, медленнее она должна приготовиться. Пицца приготовилась у меня за 20 минут. Определить готовность пиццы можно по зажаристому краю. Готовила я на режиме пицца при 180 градусах. Ну, в общем, такой результат. Немножко остынет и буду доставать. Пицца получилась просто шикарная. Пахнет обалденно. Она немного еще остынет. Я переложу ее на большую доску пластиковую и разрежу ножом для пиццы. На булочек поделила тесто на 16 частей. Делила его я не просто на глаз, а пополам. То есть, сначала пополам получились две части, потом каждую из них пополам четыре, потом каждую из них пополам и так далее. Чтобы получились ровные части. Буду делать булочки в формах. У меня есть силиконовая форма на 9 булочек. Начинка у меня будет вот из таких конфетти кондитерских и из яблочной пастилы домашнего производства. Для 9 круглых булочек я буду делать так. Брать кусочек теста, класть сюда кусочек пастилы и немножко посыпать конфетти. Потом заворачивать, чтобы получился вот такой вот кругляшок. Далее попробуем сделать второй вид булочек. Две штучки вот такие я уже сделала. Для этого нам нужно раскатать вот так вот тесто, положить туда кусочек начинки и вот так вот завернуть. Сначала с одной стороны, потом с другой. И постепенно вот так вот закатать. Противень я смазала сливочным маслом, для того, чтобы ничего не прилипло к нему. Кстати, здесь уже у меня готовы к выпечке круглые булочки. А силиконовую форму я ничем не смазывала, так как она силиконовая и так от нее все хорошо отстает. Пекутся мои булочки. Температуру поставила 180 градусов. Опять поставила полчаса. Наблюдаю за тем, как они готовятся. Немножко уже сверху подзарумянились. Посильнее, когда зарумянится, можно будет уже доставать. Пожалела, что не стала на все булочки сыпать конфетти. Оказывается, оно очень хорошо там сверху остается торчать. Но я боялась то, что оно провалится в тесто. Достала булочки. Хорошо подошли. Смазала сверху просто водой. Вот. Ничего не вытекло. Начинка вся внутри осталась. Когда остынут, будем смотреть, резать, что там внутри. Поставила в духовку вторую порцию. Как все пожарится, будем смотреть, что получилось. Поставила на такую же температуру, на такое же время. Остается только ждать. Вот итоги моего сегодняшнего труда. Пицца и 16 булочек. С булочек начинка у меня нигде не вытекла. Потому что это специальная такая пастила яблочная. Пастилу вы можете заменить вареньем. Можно сделать какую-нибудь несладкую начинку. Думаю, что результат будет практически такой же. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.